Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы продолжаем отслеживать работу робота Гамильтон и возьмем интервью у трейдера, у которого робот сделал просадку минус 270 долларов, и трейдер нам расскажет, как этого можно было бы избежать. Подавляющее большинство так называемых инвестиционных компаний, которые присутствуют на сегодняшнем рынке, являются завалированными финансовыми пирамидами, которые на словах утверждают, что деньги инвесторов работают на финансовых рынках, но фактически это не более чем легенда, и скорее всего деньги просто перераспределяются по схеме финансовой пирамиды, то есть первые зарабатывают за счет последующих. И, наверное, самый надежный способ удостовериться, что ваши деньги действительно работают, это когда работа денег происходит прямо на ваших глазах. За моей спиной вы видите платформу MetaTrader, или MT4, как ее еще называют. Этой платформой пользуются профессиональные трейдеры для работы на рынке Форекс. Вы видите, что сейчас идет работа с двумя валютными парами, это евро-доллар и австралийский доллар к американскому. И сразу хочу сделать оговорку, что я, например, не трейдер, и мне это особо неинтересно, сидеть там целыми днями, изучать эти графики и так далее. Но мне нравится пассивный доход. Так вот, в данном случае пассивный доход обеспечивает робот Гамильтон, который разработан американцем, имеющим опыт более 20 лет от торговли на Форексе. Главное, что здесь вся работа идет полностью перед вашими глазами. То есть вы буквально каждую сделку знаете, когда эта сделка открывалась, когда закрывалась, и какой был результат данной сделки, прибыль или убыток. Вот, кстати, данная сделка принесла сразу 12 долларов. Давайте посмотрим, каких результатов робот Гамильтон достиг на данном счете. Данный счет был открыт 8 января. Первоначальный депозит составил 504 доллара. И с 8 января по сегодняшний день, по 18 марта, робот сделал уже 708 долларов прибыли, что составляет 140% по отношению к первоначальному депозиту. Если мы с вами посмотрим результаты на графике, то, как видите, график двигается достаточно уверенно вверх. А вот это результат на моем счете. Счет начал работу 29 января. Первоначальный депозит составил 454 доллара. И прибыль на данный момент составила 432 доллара, что в итоге составляет 95,15% за полтора месяца. В предыдущих видео я показывал результаты на этом счете. На первоначальном этапе, как видите, происходил достаточно уверенный рост. И потом 6-7 марта произошла просадка. По словам владельца счета, просадка составила примерно 270 долларов, что достаточно существенно. Счет не был слит. То есть основная часть денег сохранилась, но просадка была. И я специально взял интервью владельца данного счета, чтобы он, собственно, пояснил, что тогда произошло. И как этого можно было избежать. Три. Так, у нас на связи Александр, владелец данного счета. И вот попрошу прокомментировать ту просадку, которая была 6-7 марта. Вот, Александр, поясни, что там произошло. Значит, у нас на счете произошла просадка во время выхода большой новости. Это объявление ставки Евроцентробанка. Ставку, хотя и не поменяли, но потом через 2 часа выступал Марио Драги с плохими новостями для Евро. И произошел огромный обвал Евро. В этот момент Гамильтон даже с гридом 125 пытался как-то выровнять ситуацию. Но не получалось, не получалось. И просадка очень сильно увеличивалась до 11 часов вечера. Где-то перед 12 часами мы зафиксировали убытки из-за угрозы полной потери счета. Вот, потому что ночью бывает раздвижение спредов, и, соответственно, могло не хватить моржи. Плюс к тому еще пятница, опасный день, нонфарм, и никогда непонятно, какие новости произойдут для доллара, хорошие или плохие. Поэтому приняли такое решение фиксировать убытки. Ну, для новичков поясни. Фиксировать убытки, то есть минусовые сделки, просто все позакрывать, да? Да, да, да. Так, ну и вот поясни, опять же, чтобы люди понимали. На тот взгляд этой ситуации можно было избежать? Да, сейчас видно, что можно было это сделать, используя простые правила, закрывать позиции перед большими новостями. Ну, таковыми для себя мы вот посчитали новости о объявлении процентной ставки странами, там, относительно евро, доллара, иены австралийца. И американские нонфарм пейроллс. То есть это те новости, которые большие, которые оказывают сильное влияние на рынок, и не стоит оставлять открытых позиций перед такими новостями. Остальные же новости, которые происходят, ну, постоянно на рынке Форекс, они не влияют на работу Гамильтона, даже наоборот иногда приносят больше прибыли за счет такого большого резонанса перед новостями. Оно двигается туда-обратно и помогает Гамильтон закрыть все позиции. Вот, а относительно больших новостей, ну, стоит всегда закрывать сделки, и оно будет, мониторинг вашего счета будет выглядеть очень красиво. То есть, насколько я понимаю, в данной ситуации даже большой грит 125, он не помог, да? То есть, когда идет такая высокая волатильность. Да, 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 да. Там, ну, при таких, таких однонаправленных движениях оно не помогает, потому что, ну, он не успевает, не успевает выравнивать. Просто валюта падает, ну, безвозвратно. Угу. Ну, а ты сам для себя какой, вот, скажем, оптимальный грит именно для тебя, который вот соотношение балла, прибыльности и риска, вот, какой ты нашел? Для себя я вижу грит меньше 100. Меньше 100 грит, который позволяет быстрее выравнивать любую просадку. Ну, и на таких вот, ну, если нет таких больших новостей, оно, ну, работает гораздо эффективнее. А перед большими новостями просто закрывать. Тогда просто чем меньше грит, тем меньше висящие просадки, они быстрее выравниваются, и, соответственно, просто перед новостями закрывать то, что есть, и закрывать обязательно перед выходными. Угу. Понятно. Ну, а слушай, насчет выходных, все-таки, как некоторые говорят, бывает, ну, там, если маленькая просадка, да, не вопрос, можно закрыть, но бывает там минус 50, там, или больше долларов. То есть, как бы, если ее закрывать, то, ну, соответственно, как бы, съедается прибыль, которую робот получил там за предыдущие недели. Вот, то есть, ты партнерам в своей команде все-таки рекомендуешь закрывать? С одной стороны, да, прибыль съедается, но вот просадка минус 50 долларов компенсируется работой робота за неделю. То есть, условно, это прибыль одной недели. А висящая просадка минус 50 долларов, да, 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 если оно пойдет дальше, просто может не справиться. То есть, такие системы, они не любят, не любят увеличение лотности, увеличение позиций. Это опасно. А когда оно закрывается, когда оно время от времени очищается, открытые позиции, оно будет работать намного дольше и прибыльнее. Потому что, ну, все-таки доходность этого инструмента очень высока. даже несмотря на вот такие моменты, когда надо фиксировать небольшой убыток. Но вот поскольку у тебя опыт трейдинга есть, вот некоторые спрашивают, почему, когда идет резкое такое движение рынка, робот идет, открывает сделки одну за одной, хотя, казалось бы, он, ну, не должен этого делать. Вот ты как-то понимаешь, ну, со своей стороны, алгоритм его работы? Ну, чисто внутренне так понимаю в том смысле, что робот пытается вытянуть, вытянуть прибыль, вытянуть прибыль с каждой сделки. Он не закрывает убыточный сделок самостоятельно. Соответственно, если он не угадал с направлением рынка, он пытается усредниться, просто пытается выйти в плюс. Если идет однонаправленное движение, он не может отличить однонаправленное движение от волонтильности. Он пытается, но у него не получается. Чем больше грипп, тем, соответственно, он дольше продержится. Но, опять-таки, если рынок не развернется, вот как произошло в четверг, рынок в пятницу развернулся. В пятницу рынок развернулся, потому что вышли плохие новости по доллару, евро пошло вверх. И те, кто сидел в просадках поменьше, они удачно повыходили и заработали. Но риски тут высоки. А с таким инструментом не стоит допускать таких рисков, потому что, говорит, доходность у него достаточная. И тогда рекомендации для тех, кто только начинает роботом пользоваться. Ты сам знаешь, что среди нас много людей, включая меня, кто, например, трейдингом никогда не занимался. То есть твои рекомендации. Ну, лично от меня рекомендации – это придерживаться настроек компаний, которые предлагают еженедельно в понедельник. Перед озвученными выше новостями большими обязательно закрывать все открытые позиции и все-таки стараться не допускать просадок через выходные. Они достаточно опасные. Тогда этот инструмент может зарабатывать, возможно, там не 100%, возможно, не 50%, но опять-таки он будет зарабатывать больше, чем другие автоматизированные системы на рынке. И решительно уменьшится. А вот, кстати, тогда еще вопрос. А ты какими-то другими роботами тоже пользовался? Уже есть с чем сравнить? То есть, на твой взгляд, вот Гамильтон, если с другими сравнивать? Да, да, да. Был опыт работы с разными автоматизированными системами, но если инструмент давал доходность Гамильтона, там риски были гораздо выше. То есть сливал он гораздо чаще. Если он работал дольше, то, соответственно, там доходность была гораздо меньше. Таких доходностей нет при таких рисках. То есть это инструмент очень интересный, и стоит его использовать, и стоит его рассказывать о нем другим. Понял. Хорошо. Спасибо тебе большое за интервью. Пока-пока. Пока-пока. Итак, смотрим результаты на других счетах. Данный счет был открыт 3 марта, то есть 2 недели назад, и при депозите 980 долларов, собственно, робот Гамильтон может работать уже суммами от 500 долларов, но для большей безопасности рекомендуется депозит немножко держать побольше, чтобы у робота был запас. Итак, при депозите 980 долларов, робот сделал 125 долларов прибыли, что составляет 12,76%. Данный счет был открыт 14 февраля, то есть чуть больше месяца назад, и при первоначальном депозите 750 долларов, робот сделал 384 доллара прибыли, или 51,24%. Данный счет был открыт 6 февраля, то есть примерно 1,5 месяца назад, при депозите 712 долларов была получена прибыль 394 доллара 90 центов, что составляет 55,42%. Когда мы имеем дело с реальной торговлей, риски, безусловно, также присутствуют, и вероятность просадки никто не отменял. Но при соблюдении рекомендаций от компании, если применять те настройки, которые дает создатель робота Дэвид, и если вовремя отключать робота на важных новостях, то можно свести риски к минимуму. В любом случае, в моей небольшой команде робот в целом работает в плюс, и каких-то больших серьезных просадок не было. В принципе, компания предлагает два основных продукта. Это робот Гамильтон и Бенджамин. Робот Гамильтон создан для работы с небольшими депозитами от 500 до 1000 долларов. Бенджамин с более крупными суммами от 3000 долларов и выше. Итак, для того, чтобы робот Гамильтон начал работать, понадобится 199 долларов на банковской карте Visa или MasterCard. Это для оплаты непосредственно робота. Плюс 500 долларов. Это первоначальный депозит, который вам нужно разместить на брокере, которого вы можете выбрать сами. То есть важный момент. Отличие данного варианта, данного предложения от многих компаний в том, что создатель робота не контролирует ваши деньги. То есть вот тысячи пользователей, которые используют робота на данный момент, они не передали создателю робота свои депозиты. Те счета, которые я демонстрировал в данном видео, вот эти депозиты, которые лежат, создатель робота их не контролирует, и он не может сбежать с этими деньгами, как постоянно происходит во многих компаниях. Когда проект какое-то время работает, платит, а потом создатель объявляет, что по таким-то и таким-то причинам он больше не может платить, и соответственно все деньги находятся у него. В данном случае мы просто пользователи робота, мы платим за робота абонентскую плату, но деньги находятся на нашем счету в брокерской компании. А брокерскую компанию вы выбираете сами. Есть брокерские компании, которые работают уже по 10 и даже 20 лет на рынке Forex. Для работы также может понадобиться удаленный WPS сервер. Стоимость такого сервера от 5 до 30 долларов в месяц, в зависимости от скорости и от возможностей. Для чего он нужен? Можно, конечно, платформу MetaTrader поставить на домашний компьютер, но тогда компьютер должен работать круглосуточно, а это не всегда удобно. И результаты торговли будут сильно зависеть от электричества, от скорости вашего интернета и так далее. От нагрузки на компьютер. То есть желательно тогда на компьютере не делать никаких посторонних дел, не играть в игры, не смотреть фильмы и так далее. Вот чтобы не зависеть от всех этих параметров, приобретается удаленный WPS сервер. То есть, по сути, это удаленный компьютер, на котором ставится робот и который может работать уже круглосуточно. А к удаленному серверу вы можете подключаться уже с вашего домашнего компьютера. Если у вас остались какие-то вопросы о роботах Гамильтон и Бенджамин, пожалуйста, посмотрите больше информации по ссылке под данным видео или выходите на связь. Мой скайп и мои контактные данные вы также можете найти под этим видео. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Глобал Стар Клаб Возможности безграничны